В пятницу после обеда разразился новый скандал в отношениях Великобритании и РФ. Прибывший в лондонский аэропорт самолет А321 российской авиакомпании Аэрофлот подвергся полному полицейскому досмотру. Это вызвало припадок ярости в РФ и там заявили, что эти действия недопустимы. Вернее, сказано было много, ибо рупором заявления стала Маша Захарова. Надо заметить, что момент для заявлений именно Захаровой был не слишком удачным. Вечер пятницы предполагает, что можно отдохнуть и расслабиться, и принять на грудь за всю нервную неделю. А тут надо отодвигать стакан, пить препараты, чтобы хоть как-то скрыть следы хронического алкоголизма, лезть в душ и потом пытаться запомнить написанное на бумажке. Маша настолько разнервничалась, что хотела что-то станцевать или хотя бы спеть мурку, но пришлось брать себя в руки и таки читать нужный текст. Но это не помогло. Дело в том, что Британия международный игрок высшей лиги. Ее потомственная дипломатия веками оттачивала искусство ведения длинных и тонких партий и уж точно играла с учетом особенностей оппонента. В данном случае то же самое. Складывается впечатление, что все действия РФ четко просчитаны в Лондоне, и там прекрасно понимают, что Кремль будет делать дальше. Вспомним, как в позапрошлую среду после громких заявлений Терезы Мэй официальная Москва грозно надула щеки и пообещала сильно ответить на любые провокации Британии. А пресса и публика устроили радостный вой из-за довольно слабого продолжения ультиматума, высказанного накануне. Реакция сводилась примерно к следующему. И это все? Многие даже писали о том, что Тереза сдулась и все такое. Но среда стала не столько самим ответом на привычное валяние дурака Кремлем, а началом такого огромного процесса, который дедушка Вова даже представить не мог. Причем реакция пошла не только из Великобритании, но и из стран, которые принято называть Западом. В первой волне реакции пошла высылка российских шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических паспортов во многих странах мира. В общем, РФ, как до нее совок, просто не имеет дипломатов, которые так или иначе не работают на резидентуру. В общем, посол и посольство обеспечивают работу своих шпионов, а в свободное от этого время могут устраивать и другие мероприятия, которые должны отвлекать внимание от основного и постоянного мероприятия. Тут англичане сработали аккуратно и логично. Отравление подданных британской короны с помощью боевого отравляющего вещества стало чисто шпионской операцией, масштабы которой стали в уровень с фактической военной агрессией. Именно поэтому Британия и выслала 23 российских дипломата-шпиона, которые занимаются обеспечением подобных операций. То же сделали и другие страны. То есть в Москве было сказано, что ваши шпионы переступили красную черту и теперь будут выкидываться все, на кого пало хоть малейшее подозрение в шпионаже. Если бы это сделала только Британия, то были бы варианты реакции на это. Но когда подобных деятелей стали вышвыривать из других стран и отнюдь не из Сомали или Зимбабве, то остается выбор из двух вариантов реакции. Либо тихо извиняться, находить ответственных за теракт, привлекать к ответственности и убеждать, что все произошедшее чистая случайность, ставшая возможной по недосмотру российских властей, либо забычиться и пускать слюни. Между прочим, еще выдвигая известный ультиматум, Тереза Мэй озвучила именно этот вариант и сказала, что Британия готова его принять, если Москва сможет доказать, что именно руководство РФ не имело умысла на совершение по факту акта агрессии в отношении Соединенного Королевства. Но Кремль не только отверг эту возможность, но оттуда послышалось громкое ржание над самой такой возможностью. Однако это был публичный тест на вменяемость российского руководства, который не просто не был пройден, но даже не замечен. Складывается впечатление, что выдвигая ультиматум, премьер Великобритании четко понимала, что вменяемого ответа из Москвы не может быть по определению. Кстати, такой ход имел множество слоев. Известно, что отношения с Москвой, кроме всего прочего, стали камнем преткновения в отношениях Британии и Германии, которая утонула в засосах с Путиным. Именно реакция самого Кремля показала, кого Берлин считал нормальным партнером и отношения с кем были поставлены выше отношений с Лондоном. В общем, из всех вариантов, которые были у Москвы и даже из тех двух, которые потом формализовала Тереза Мэй, Кремль выбрал худший. То есть, зеркально высылая британских, американских и прочих дипломатов, он просмотрел два неприятных для себя момента. Первый – Запад акцентирует внимание на том, что высылает шпионов, на совести которых дикое преступление, связанное с применением боевого отравляющего вещества. Для всех это понятно, ибо речь идет не об Асаде, которого уже давно заждались в Гааге, а о руководстве крупной ядерной страны, постоянном члене Совета Безопасности ООН. Пока в РФ потирали руки и смеялись над вялой позицией Мэй, она действовала. По истечении ультиматума она ознакомила лидеров дружественных государств с доказательствами прямого участия спецслужб Москвы в брутальной химической атаке. Любые выверты в исполнении того же Путина, Лаврова, Захаровой или Усов-Пескова выглядели уже просто безобразно и отвратительно. Тем самым Кремль сам себя закапывал с присущей ему тупостью и настойчивостью. Всем ознакомленным с материалами не надо было слушать Мэй, им достаточно было смотреть на то, что вытворяет Москва и делать нужные выводы о том, что также она ведет себя и по ситуации в Украине, Сирии или КНДР. Она сама все расставляет по местам. В данном случае Москва не удосужилась пояснить, почему именно она высылает иностранных дипломатов, ограничившись тупым в ответ. Поэтому она упустила и второй момент. Именно высылка российских дипломатов является мерами по изоляции или прозория. То есть речь идет о сворачивании дипломатических отношений, а раз так, то вслед за этим пойдет сворачивание экономических и прочих связей. Что характерно, коллективному Западу РФ не слишком нужна, как экономический партнер. Все, кто не успел присесть на ее газовую или нефтяную трубу, даже не заметят отсутствие этой страны, если завтра на ее месте окажется большое теплое море. Для них не изменится ровно ничего. И напротив, РФ тотально зависит от западных технологий, которые уходят из нее сейчас и, скорее всего, ускорят свой уход в ближайшее время. Роснефть уже объявила о консервации своих проектов по бурению новых скважин в различных местах. В Черном море, например, закрыто два проекта, потому что прекратились поставки технологического оборудования и расходных материалов, традиционно получаемых из Европы. Сама РФ не может этого производить, а если даже и решится на что-то такое делать, то будем лепить это с огромным отставанием от конкурентов и с уже привычным отвратительным качеством. Конечно, что-то замещается на китайские аналоги, но дядюшка Ляо знает, что делать с тем, кто попал в его тотальную зависимость. Кстати, в Москве это тоже хорошо знают. Таким образом, высылка британских, американских и прочих дипломатов только усиливает меры, принимаемые Западом. Если он изолирует РФ со своей стороны, то Москва бросилась изолироваться изнутри. Этому можно только аплодировать и, скорее всего, стоя. Хотел того Кремль или нет, но он катится как шар в лузу, посланный умелой рукой опытного игрока. Большую часть изоляции россияне сделают самостоятельно. То есть для вменяемых стран реакция Москвы оказалась глупой, как с формальной, так и с фактической точки зрения, что дало повод закручивать гайки дальше. И вот уже встал вопрос о высылке из Великобритании всего российского торгового представительства. Надо заметить, что эта структура всегда была гнездом шпионов, о чем и заявили официальные лица Британии. Если в посольствах еще оставалась часть дипломатов, не занятых в шпионских схемах, то в торгпредстве тотальное засилие шпионов. Прямо сейчас решается вопрос о закрытии The Highgate, торгового представительства РФ, расположенного на севере Лондона. Этот шаг сократит не только численность россиян в Британии, но и количество их опорных пунктов. Тут надо отметить, что в Киеве торгпредство РФ при отсутствии торгового представителя, но под предводительством его исполняющего обязанности Соломина, развило бурную деятельность, намного превышающую по интенсивности тот период, когда торговые отношения были действительно всеобъемлющими. В чем состоит эта активная работа, можно только догадываться. В общем, Лондон четко попал в гадюшник, который надо выкидывать в первую очередь, если надо понижать уровень шпионской активности. Возвращаясь к самолету Аэрофлота, который подвергся тщательному досмотру, Британия демонстрирует, что РФ попала в категорию особо опасных стран, несущих постоянную угрозу. То есть ее уже зачислили в разряд полных маргиналов и в этом новом качестве ей придется жить все оставшееся ей время. Но самое интересное то, что Британия аккуратно и последовательно вводит все новые меры против РФ, прокручивая еще один виток гайки, которая закупоривает лепрозорий. Согласимся, 10 дней назад ситуация выглядела совсем не так, как сейчас. Но это всего за 10 дней. А из Госдепа уже послышались первые утверждения о том, что РФ несет полную ответственность за гибель малазийского авиалайнера MH17. Витков еще много, и все они будут все жестче закупоривать банку с тараканами и крысами. Процесс идет постоянно, и для Кремля уже ничего не рассосется. В этой ситуации ясно то, что большую часть неприятностей руководство РФ принесет себе и своим гражданам самостоятельно, ведя их по одному пути, который давно просчитан и утвержден. Что будет в его конце, уже известно. Редактор субтитров А.Семкин